Сядь только. Да блядь! Выключи микро быстро. Ты сядь! Нет. Всем снова привет, с вами Блэкс, и это шоу, которое называется This Game Plus, наш третий выпуск. В этом шоу вы не увидите классификацию мобов, потому что тролль не пришел на съемки. Он пошел праздновать День Святого Чикатило. А с вами сегодня будут присутствовать такие люди, как Шокер Икс Плей, с его новой рубрикой, которая будет рассказывать про разные масштабные моды. Также Джекпад с его рубрикой Онлайн Игр. Я сказал рубрика. Черт, ну ладно. Ничего, простите. Также буду я, своим новым шоу Эволюция Майнкрафта, и вы увидите меня в Game News. Также будет Нео с биографией и летсплейщиков. И сегодня он нам расскажет о Терро-серии. Ну что же, погнали. Ну что же, дорогие друзья, и мы с вами сразу переносимся в мою студию Game News. Погнали. И всем привет, дорогие зрители моего канала. С вами Блэкс, и это снова шоу The Game Plus. Я уже это говорил. Но, а мы приходим к новостям играм. Итак, Ubisoft готовится анонсировать новую Assassin's Creed. Assassin's Creed 5. Компания Ubisoft готовится в ближайшее время анонсировать несколько новых проектов. Как стало известно, на недавнем собрании инвесторов представитель компании отметил, что совсем скоро геймеру ждет два новых Ассасина. На конференции французский издатель также пообещал выпустить в новом финансовом году с 1 апреля 2014 по 31 марта 2015 пять новых игр. Среди них появятся уже анонсированные игры, включая The Crew, Watch Dogs и новая часть Just Dance. Что же касается оставшихся двух, их игровому сообществу предстоит очень скоро. Очевидно, среди новых проектов Ubisoft появятся и новые части популярной серии Assassin's Creed. Руководство компании ранее отмечало, что новые игры в серии будут появляться на ежегодной основе, а в этом году их появятся сразу две. В то же время, креативный директор франшизы отмечал, что при необходимости компания сможет придержать релиз. По данным, собранным нами, на собрании инвесторов представитель Ubisoft намекнул, что одной из новых игр может стать Assassin's Creed 5, действие которого, по слухам, будет разворачиваться в феодальной Японии. Компания Bethesda еще долго не будет говорить о своих новых играх. Компания Bethesda Softwork работает над новым проектом, что не собирается в ближайшем будущем говорить о нем. Как стало известно, на очередной вопрос от фаната Fallout глава студии отметил, что не собирается повторить то, что уже говорил ранее. Я устал говорить, что мы еще долго не будем рассказывать о том, над чем работает команда Bethesda Game Studios. Это Старо как мир, отметил Пит Хайнс в твиттере. Ранее президент Bethesda Softworks отмечал, что в ближайшие годы компания будет больше радовать игроков в качестве издателя, а не в качестве разработчика новых игр. Так, в скидке чекущих проектов присутствуют такие проекты, как The Evil Within и Wolfenstein The New Order, а также The Elder Scrolls Online. В то же время, все эти проекты разрабатывает не Bethesda. По данным, разработчики все же работают над чем-то новым, о чем пока не готовы или не хотят рассказывать. Последние слухи следятели, что команда трудится над проектом Fallout 4, действие которого может разворачиваться в Бостоне. Норвежский террорист Андрес Брейвик грозится объявить голодовку, если ему не выдадут PlayStation 3 и не предоставят доступ к большому количеству игр для взрослых. Как стало известно, организатор взрыва в центре Осло также запросил ПК и более удобное кресло. Брейвика приговорили 21 годам заключение за убийство 77 человек в июне 2011 года. В суде убийца заявил, что использовал игру Call of Duty Modern Warfare 2 в качестве площадки для подготовки массового убийства. В январе 2013 года Брейвик объявил себя борцом за права человека, отмечая, что в тюрьме с ним обращаются хуже, чем с животными. Тем не менее, это не мешает Брейвику требовать замены PlayStation 2 на PlayStation 3, более увлекательного времяпровождения в камере. Ну что же, дорогие друзья, а с вами был Blacks и это были Game News, все самые интересные из мира игр и не только. Всем удачи, всем пока, береги тебя, пока-пока. Приветствую, друзья, с вами Джекпат из команды Phoenix System. И сегодня я буду вести новую рубрику онлайн-игр. Сегодня на повестке дня довольно нашумевшая игра под названием War Thunder. Если вам надоели масштабные танковые битвы времен Второй мировой войны, тогда давайте из душной и маленькой кабины танка перенесемся в еще более компактную кабину боевого самолета War Thunder. Здесь игроку предлагается примерить на себя роль боевого пилота и полететь на самолетах эпохи Второй мировой войны. Если точнее, то доступны модели, актуальные с 1928 по 1948 годы. То есть вы сможете полетать как на медленных бипланах, так и на скоростных реактивных машинах, топлива, некоторых из которых хватало буквально на пару минут полета. Игра была анонсирована еще в апреле 2011 года под названием World of Warplanes. Причем игровые СМИ восприняли этот анонс как шутку, чему способствовала дата анонса, но это была не шутка. В 2012 году проект оказался переименован War Thunder, причем не просто так. Дело в том, что в перспективе игра выйдет за рамки самолетов. Как возможно вы уже знаете, сегодня идет вовсю бета-тестирование танков, но водных судов пока не было видно на горизонте. Стоит сказать, что для стадии War Thunder выглядит очень эффектно, несмотря что игра будет распространяться на основе фри-то-плей. Разработчики из российской G-Engine Entertainment используют взрослый движок Dagon Engine, ранее применявшийся при создании Ил-2 Штурмовик Крылатые Хищники. Естественно, как и в любой ММО, в War Thunder присутствует прокачка и развитие техники, а также ее экипажа. Есть и внутренняя валюта в виде серебряных львов и золотых. Серебро зарабатывается в боях, а вот золото придется покупать за реальные деньги, хотя некоторая сумма доступна всем новичкам изначально. Особой необходимости тратить настоящие деньги в игре нет. Можно отлично прокачать всю ветку самолетов, не вкладывая ни копейки реальных средств. Просто на это уйдет чуть больше времени. Главное – опыт и умение играть. Что касается самолетов, то их десятки моделей. Присутствует техника СССР, Германии, Британии, США и Японии. Для каждой страны своя ветка развития. Можно прокачивать как самолеты, так и сами экипажи. Живучесть, выносливость, дальнозоркость и другое. В War Thunder реализована уникальная система управления. Когда сложная боевая машина с десятками приборов приводится в движение на игровом экране фактически одной лишь мышью и четырьмя кнопками. Причем игра остается симулятором, и самолет ведет себя очень реалистичным. Просто все сложности берет на себя компьютер. Человеку же остается лишь указывать направление полета, сжать гашетку и повышать или понижать мощность двигателя. Система же сама рассчитывает, когда и какие узлы самолета активировать, пруснуть топливо и тому подобное. Позднее для тех, кто хотел пощекотать свои нервы, ввели более усложненные и реалистичные системы управления. Но игра и прокачка – это одно. А вот как же в ней картинка? За сей момент можете не беспокоиться. При наличии мощного компьютера вы насладитесь реалистичными блоками, мягкими тенями и отражениями, ландшафтом высокого разрешения и полупрозрачной водой в океане. Качественные текстуры и модели самолетов, эффектные отражения и блики – все это присутствует в полной мере. Система повреждений тоже порадовала. Крылья прошиваются пулями насквозь и могут быть отстреляны, или сами отпадут при неуклюжем маневре. Хвост носится только так. Но даже если компьютер не самый мощный, игра смотрится неплохо. И что самое главное, шустро работает даже на ПК 3-х или 5-ти летней даванности. Сейчас War Thunder – это отличный авиасимулятор для всех категорий пользователей, начиная с самых неопытных игроков и любителей стрелялочек, и заканчивая реалистичными пилотами. К концу года игра пробует составить конкуренцию с другим схожим по тематике проектам, добавив наземную технику. А в будущем она способна превратиться в глобальнейшую ММО на тему Второй мировой войны, в которой сойдется воздушная, наземная и морская военная техника. Ну а с вами был G-PAD, всем бобра и пока-пока! Всем привет, с вами Шокер с командой Фенинг Систем, и сегодня я расскажу вам про мод Пиксельмон. Мод Пиксельмон – это модификация для Майнкрафта, вдохновлен аниме серии Покемон. Этот мод для нескольких людей, для кооператива. Каждый Покемон имеет свои атрибуты, привычки, повреждения, броню, грести и подготовки кадров. Этот мод уже знают, наверное, многие. Он запомнился кому-то на версии 1.6.2, а кто-то играл с ним на версии 1.6.4. Но если вы еще не играли с Покемонами вообще, то тогда вы познакомитесь с этим модом. Не знаю, как кто этот мод воспринимает, но мне он запомнился больше всего тем, что в Майнкрафт он добавляет более 200 Покемонов. В чем Покемоны будут непростые, неодинаковые, они будут прикольными и разнообразными. Собрали их из многих мультиков, поэтому у каждого из них есть свои отличия. Отличаются они не только внешне, но и своими способностями, и другими различными параметрами. У вас будет очень хорошая возможность. Вы сможете приручать их путем создания что-то вроде семьи, а затем просто изменять их. У Покемонов есть эволюции. У некоторых по 2, у некоторых по 3. А на этом все. С вами был Шокер из Коммун Финк Систем. Всем огня, всем чарвиков. Ну что же, ребята, теперь мы переносимся в студию Маю, и это эволюция Майнкрафта. Сегодня мы с вами поговорим о самой первой версии Майнкрафта, о закрытой версии, о версии классик. И первые обновления, которые были выходили, были выходили, назывались Post Single Player. Итак, давайте посмотрим. Первая версия, которая называлась Pre 0.0.0, вышла 10 мая 2009. Именно тогда была начата разработка игры Cave Game. Ну что же, следующая версия называлась Pre 0.0.9a, и вышла она 13 мая 2009 года. В этой версии была создана физика, булыжник и трава, сделаны с использованием графики из игры Ночья, Руби Дунг, выпущенное видео из тестовой версии игры. Также был создан Моб Человек, подбирание блоков, установка и уничтожение блоков, добавлено земля, доски. Cave Game именно тогда была переименована в Майнкрафт, Order of the Stone, позже изменена просто на Майнкрафт. 16 мая выходит 0.0.9b, и также здесь поддержка различных типов блоков, частицы блоков, маленькие частицы, вылетающие из блока во время его уничтожения, поддержка динамических блоков, и трава растет на освещенной земле. Дальше выходит версия 0.0.19a, которая вышла 17 мая 2009 года. Здесь был первый однопользовательский вариант режима творчества. Увеличена стабильность игры, и также появился Саженец. 0.0.12a и выход ее 20 мая 2009 года. Здесь был создан новый генератор уровней, вода, лава и коренная порода были добавлены в игру, опция регулировки дальности видимости, океан вокруг карты. Нажатие кнопки N создает новый уровень без его запуска. Дальше вышла версия 0.0.13a, которая вышла 21 мая 2009 года. Тест огромного уровня, исправлена ошибка, при которой игрок не мог выбирать блоки. Запуск игры теперь проводится мягче, чем раньше. Исчезновение мобов при рестарте уровня, теперь мобов невозможно убить. Дальше выходит версия 0.0.14a, 25 мая 2009 года. Тест случайных смещений, изменена текстура травы, возвращение к стандартной. Дальше выходит версия 0.0.14a, здесь мы видим тест случайных смещений, изменена текстура травы, возвращение к стандартной. Для игроков с премиум аккаунта добавлена возможность сохранить уровень. 28 мая 2009 года выходит последняя версия пост-синглплеера 0.0.15a и выход ее 28 мая 2009 года. И изменения здесь такие. Песок, гравий, золотая руда, железная руда, угольная руда, деревья, сделанные из древесины и листвы, были добавлены в игру. Также были добавлены облака, поддержка контроллеров, увеличена скорость течения воды, выбор типа блока прокруткой колесик и мыши, мобы сохраняются в файле уровня. Точка спауна сохраняется и перезагружается. У листвы появилась новая текстура, изменена форма деревьев. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом с вами был я, Блэкс, и сегодня я рассказал вам о самой первой версии Майнкрафта, которая называется Classic Post-Single Player. Ну а в следующий раз мы увидим о пост-мультиплеер версии классика, а потом уже о survival тесте и перейдем к версии in-depth. Ну что же, а с вами был я, Блэкс, и всем в ночи, всем пока, береги тебя, пока-пока. Всем привет, с вами новая команда Phoenix System, и сегодня я расскажу биографию Террасера. Имя Михаил, фамилия Подленов, возраст 27 год, город Сосновый Бор. Террасер учился до 11 класса. И еще. Он работает на атомной станции. Ник на ютубе – TRSR Play. Дата создания канала – 21 августа 2013 года. У Террасера есть три канала. Первый – TRSR Play, второй – TRSR Gaming и третий – TRSR Live. У Террасера был канал TRSR Gaming, но произошел конфуз с его партнерской программой. Вот он создал канал TRSR Play, на котором на данный момент 93 тысячи подписчиков. Также Террасер очень хорошо играет в Голодные игры. И он входит в команду Last Rise. Крупные проекты Террасера. Первое – Голодные игры. Второе – Last Task. Третье – Минигеймы. Четвертое – Let's Play Oster. Его хобби – это пилить ролики на ютубе. Его любимая еда – это борщ. Всем удачи, всем пока. С вами был Нео из команды Phoenix System. Ну что же, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Но если вы его посмотрели раньше, чем Кавказский патруль, то... Не знаю даже, что сказать. Вы, наверное, заметили, что Блякса сегодня не было, потому что его я вывел в отдельное шоу. Ну что же, надеюсь, вам понравился третий выпуск. Понравился третий выпуск. А за-за-за! Самая лучшая шутка за шоу. Ну ладно. Ну а с вами был я, Блэкс. И встретимся в четвертом выпуске, а также в моих летсплеях, которые выходят каждый день, потому что мне делать нечего. Так что... Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал у всех, кто вел разные рубрики в этом шоу. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие серии. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok